На этом по гостю более 90 тысяч захоронений. Из них 30 могил героев Советского Союза. А вот участников войны, то есть людей у достойных наград, порядка 75. Цифра эта приблизительная, их может быть и еще больше. Но пока это вся информация, которую смогли раздобыть сотрудники администрации Центрального кладбища. Места захоронений героев отмечены на специальной карте, с помощью которой молодежный десант и нашел заброшенные могилы. Подобные акции уже проводились и различными активистами, и молодой гвардией. Но вот по какой-то причине 42 могилы именно героев Советского Союза остались без присмотра. Это мероприятие, оно напрямую пропитно патриотизмом. Мы все о нем очень много говорим, а это тот момент, когда можно прийти и на деле доказать. Долго собирать членов молодежного совета не пришлось. Ребята откликнулись сразу, подключились к активистам и просто неравнодушные сочинские школьники со студентами. Вот так неожиданно для самих организаторов акции в субботнее утро на кладбище собралось несколько десятков человек. Задачи ребята справились быстро, хоть и работы оказалось немало. К некоторым могилам вообще было не подступиться. А судя по тому, что к большинству могил заросла не только тропа, но и калитка, родственников у этих героев уж точно не осталось. Теперь шество над ними взял молодежный совет при главе города Сочи и все единороссы курорта. Здесь у нас участник войны, Володарский, получил тяжелое ранение в ногу и имеет даже медаль за отвагу. Вот, расчищаем. Я думаю, это заметят наши последователи и также будут принимать участие в данных акциях. Раскопав из-под травы фамилии героев и участников Великой Отечественной, ребята не просто навели порядок на кладбище, но и почтили память тех, кто боролся за их мирное существование. Сделать еще больше можно и 22 апреля. Накануне родительского дня в городе объявлен общегородской субботник.